Всем привет! С вами дирекция по реализации культурно-массовых программ. И сегодня мы пришли к Астраханскому театру танца, чтобы посмотреть на их репетицию нового шоу «За 80 дней вокруг света». И давайте посмотрим, что же у них там происходит. Ребята, в «Мафию»? Да я бы с удовольствием, но мы тут немножечко... Это, пока заняты с Радиком. Ну расскажите, как ваши вообще ощущения выступать в таком большом шоу? Прикольно. Нормально. Прикольно. Не впервой. Не впервой? Каждую неделю просыпают. Я боюсь просыпаться завтра. Боишься просыпаться завтра? Почему? Ну что такое? Ты не бойся, все будет хорошо. Может, когда ты целый месяц заболел, а потом такие, опа, тебе надо и учиться, и ходить на репетиции. Ну, такая у нас жизнь. Так, а сейчас мы наблюдаем за тем, как играть в «Мафию». Нет, смотри, есть две роли «Мафия». Это вот они, короче, ночью убивают людей. Они злые. А есть мирные зрители. 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 Ну, зрители, можно сказать. Мы в «Хармонии» сидим. Так. А вы у нас... Кто какие роли играет? Я знаю, что ты где-то выходишь. Ягучий. Кто ты? Я проводник газетик. И еще Русик. Что? Русик. Русик. Получается, ты и я? Дима, привет. Ты как главный идейный вдохновитель Астраханского театра танца. Расскажи, кому вообще пришла идея взять именно «Вокруг света» за 80 дней? Кто первый? Ну, там все очень просто. Дело в том, что «Худрук» хотел этническое шоу. А делать просто концертное этническое шоу со статусом театра танца вроде как не солидно. Давайте искать. А что такое у нас этническое шоу? Это путешествие. Путешествие. Самая первая ассоциация, которая всплыла, это была «Вокруг света» за 80 дней. Ну, и, собственно, его по странам все устроило. Поэтому пошли, работаем. Получается, от самого простого пошли как бы. Ну, от первой ассоциации, да. Ну, и вроде как красиво же все должно быть. Это же викторианская Англия, это же костюмы, джентльмены, это вот это все. Магия того времени, она должна была сработать. Но я надеюсь, она сработала. Еще есть один небольшой вопрос. Ты, как режиссер, получается, присутствовал на всех этапах подготовки. Какой был, наверное, самый сложный? Или какой? Легкий самый? Самый сложный – это начало и финал подготовки. Потому что в начале ты должен все придумать. Мысленно весь сложить спектакль. А потом в самом финале ты должен уже подогнать все постановки, все номера под то, что ты придумал, чтобы вот эта цельность не потерялась. И поэтому, конечно, середина, когда идут промежуточные наработки какие-то, там не настолько все страшно. А вот начало, когда еще чистой листы нет ничего, и когда в финал должен прийти уже к тому, что ты задумал, ну, а тут начинаются, как всегда, сложности. Вот этого нет, трудности, еще какие-то мелочи всплывают. А тебе надо, чтобы было так, как в идеале все. Вот это вот самые две сложные вещи. Ну да, и самое главное – стремление к идеалу. И еще небольшой вопросик. Есть ли какие-нибудь идеи, заготовки уже, что-нибудь придумали для зрителей? Или пока еще… Для зрителей, ну, есть куча идей, но мне кажется, мы должны уже двинуться в сторону приобщения вокалистов и имеющихся концертных коллективов для того, чтобы все-таки уже пойти в сторону мюзикла. Ну да, это интересная затея. Ну хорошо, спасибо, Дмитрий, было приятно с вами пообщаться. До свидания. До свидания. Андрей, привет. 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 Всем привет. Слушай, у нас есть очень важный вопрос к тебе. В шоу ты выступил как бредмейстер. У нас тут ходит и мешает нам снимать. Не, ну а что делать? У нас вообще рабочий процесс. Ну да. Ладно, давай заново. Давай. Уже очень много людей. Андрей. Вы сами сейчас пропустите. Есть очень важный вопрос. Ты в шоу выступил в разных ипостасях, как бредмейстер, как хореограф, и работал еще с графикой. Какая у тебя больше лежала по душе? Какая тебе больше понравилась? В чем тебе было удобнее работать? Да, тут, наверное, все равно это работа в целом. Мы так-то и реквизит делали, если я больше скажу. Тут много чего делали. Да. Ну вот. И грузчики мы тоже, и монтажеры сцены. Все, мы все. Это мы упустим. Ладно, это вырежет. Нет, на самом деле, в общем, когда ты понимаешь… Нет, мы ничего не режем, мы лайф работаем. Окей. На самом деле, тут нельзя так сказать, что больше понравилось или не понравилось, потому что ты понимаешь, что в целом как бы работаешь, и это надо, и это надо, и это надо. То есть, когда ты болеешь в целом за спектакль, то ты просто идешь, ну, на все. На все. И самое главное, в этом спектакле ты делаешь кое-что очень страшное. Быстро переодеваясь, да? Это да, это вообще очень страшное зрелище. Да. Да. Но еще это когда ты лозишься на гвозди, и тебе кидают вот эти мечи, можно сказать. Я всегда отворачиваюсь, это невозможно смотреть на это. Как ты вообще к этому пришел? Ты долго готовился? Да нет, у нас же все по российской системе, то есть надо-надо. То же самое, надо. Ну и тем более, это же интересно. То есть ты ради интереса все это готов? Ну это новое ощущение. Острые? Острые. На самом деле, ножи острые, гвозди острые, но когда ты ложишься на гвозди, то ножи уже такие мелкое происшествие. Ну хорошо, Андрей, спасибо тебе большое за то, что я рассказал пару слов. Все, все, давай. Слушай, скажи, ты участвуешь почти в каждом номере этого спектакля. Каково вообще это? Это очень здорово, очень интересно. Я развил реакцию. Переодеваться приходится быстро, поэтому прям ух. Вот смотри, у тебя же много разных образов. Какое тебе больше всего понравилось? С каким тебе приходилось долго работать? Больше всех понравился образ фокусника. Я к этому пришел не сразу. Сразу непонятно было, какой образ мне нравится больше всего. На фокусник я потратил очень много времени. Было тяжело перейти от обычного артиста-балета к иллюзионисту. Понять, что такое иллюзия. Понять, насколько быстро должны работать мои руки. Что я должен делать глазами, как должна работать мимика. В общем, было сложно. Я потратил много месяцев такой очень плотной работы над образом фокусника. Иллюзию было пощупать не сложно. А вот начать с ней работать было несколько труднее. Но... Справился. Да, она мне поддалась. Привет. Какой канал представляете? Мы представляем YouTube-канал Дирекции. А, Instagram-канал Дирекции. Ага, хорошо, ладно. Вот. Саша, расскажи нам. Вот у тебя есть одна очень важная запоминающаяся роль в этом спектакле. Ты играешь в цирке клоуна. И это очень, очень... Я говорю как человека с образованием театра театрального. Ты очень хорошо играешь. Спасибо, Руслан. Мне приятно. Как ты этого добивался вообще? Ну, не знаю. Так поставил режиссер то, что мне досталась эта роль. Как они ее выбрали, почему именно я, я не знаю. Но мне эта роль уже нравится. Почему? Потому что не только там есть какая-то романтика, разочарование, расстройство или еще что-то. У него просто много задач и мне это нравится. То есть он играет несколько позиций. Где-то смешное, где-то грустное. То есть это перемены настроения на сцене. Мне она нравится. Так. Вот, кстати, я заметил, у вас уже такой тандем с Таней Никуловой. Собрался, так сказать. Тебе нравится вообще в паре с ней работать? Вот, на самом деле, очень сложно отыграть именно такую, знаешь, любовь, типа, на сцене. Для меня это самое сложное. То есть я могу быть клоуном, да? Ну, то есть мне хорошо получается это делать. По жизни. Да, вот. То есть я люблю веселить народ, людей и так далее. Но именно сыграть грусть, вот эту вот безответную любовь, для меня это как бы сложно. Ну, по крайней мере, с первого раза было очень трудно. Ну, то есть с каждым разом все лучше, лучше получается играть. Вот. Но первый раз было очень трудно. Я вообще даже не понимал, что сделать. То есть как это отыграть именно без слов. Вот. Именно показывая жестами, мимикой лица. То есть для меня это реально сложно. Тем более я без актерского образования. Ну, спасибо, Саша, за то, что ты там сказал пару слов. Да не за что, обращайся, я всегда готов пообщаться. Я вообще общительный человек. Спасибо, что посмотрели наш выпуск с репетиции Астраханского театра танца. Спасибо, Андрей, что подошел к нам в кадр. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Будем вас ждать на всех наших новых концертах уже в новом наступающем году. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok «В чем сила?» Влад Луниев, еще раз, пожалуйста, Вспомните Николаевича. Приснимаем. Субтитры создавал DimaTorzok